слава украине приветствуем от полонского по ситуации в крынкам значит это то что там точнее то что вокруг них творится со стороны расистов это полный цирк и так шойгу фельдфебель доложил своему пахану путину что крынки они взяли не знаю что они куда взяли но вот он говорит крынки мы взяли как и официально этому значит и доложил не знаю правда кому он именно докладывал то ли именно путину то ли может васильевичу тут я вам точно не скажу но в общем-то доложил что взяли и с таким этим самым опломбом все горит флаг российский там висит и все не я не знаю может на двери кого-то сортира там висел флаг российское можно самом сортире булькнул вот но а что же на самом деле ребята он как всегда соврал шойгу всегда врет вообще когда как узнать что расист врет все очень просто он открыл рот и что-то говорит все это уже понятно что брешет как собака да простят меня достойное животное так вот этот заявил что взяли на самом деле конечно же наши остались на тех же точно позициях где они были вчера позавчера и так далее вчера например был один штурм расистам наваляли по самой некуда сегодня тоже будет штурм им опять наваляют вот то есть говорить о том что они тоже взяли в крынках а даже просунулись хотя бы на пять метров не приходится более того наша зона которую мы контролируем в крынках даже немножечко расширилась за последние дни так что еще раз скажу и да в крынках естественно наш флаг это само собой разумеется да желтый блок это наш флаг средне желтый правильно так говорить правильно да но речь не об этом тут я нашел одно видео очень интересно из крынок тоже вот записано вчера позавчера оказывается вот эти вот заявления что расисты взяли крынки они очень интересны почему они делаются а так вот расисты которые там сидят в окопах и которых пускают на мясо и утилизируют там записали очередное слезивое видео своему пахану путину с жалобой на то что их утилизируют и внимание не хотят платить деньги во а вот тут собака и зарыта почему значит шойгу докладывал василичу этих всех делах оказывается этим вот расистам которые находятся в крынках заявили вы находитесь на территории российской федерации вы не находитесь на фронте то есть фронт где-то там он или заднепром или там где-то в запорожье да вот ну в запорожской области туда подальше от вас вот а вы находитесь в глубоком тылу в российской федерации а значит боевые вам не положены и денег вы не получите не увидите вот так им заявили понимаете то есть они объявили что они крынки взяли на самом деле естественно там украина вот а своим этим мудакам сказали ну поскольку в фтл значит все все будьте здоровы а будете без денег вообще и вообще сказали что они не находятся на и своего они находятся на территории российской федерации вот 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 так вот да вот так вот расисты кидают своих это вообще вся россия это ложь трендеж и кидалово причем кидают я же говорю в большинстве случаев в подавляющем большинстве случаев они кидают своих же этих дураков, это я еще очень мягко выражаюсь, которые пошли под ту путинскую могилизацию, пошли на фронт, не весь зачем в чужую страну, бы им рассказали, что это ведители России. Вот вам рассказали, что это Россия? Рассказали. А на России денег никто не платит. Будете нищими. Ну, впрочем-то, вам не привыкать.